привет представьте пожалуйста как тебя зовут и из какого ты города меня зовут ангелина я из города красноярск ангелина какой у тебя очень красивое имя ангелин скажи пожалуйста какой был у тебя запрос с которым ты решилась поехать на ретрит ну как то вот в общем то что ты могла бы на широкую аудиторию озвучить как бы ты могла это сформулировать но в общем наверно вот краткая фраза перестать страдать быть счастливой это очень емкая фраза перестать страдать и из всего того многообразия всяких решений которые сейчас есть да сейчас очень много до всех там тренингов программ как получилось что именно вот светлана это что она дает привлекло твое внимание как ты выбрала сюда приехать на на эту программу на этот ретрит да но я вообще свету давно на ютюбе уже смотрела и вот я когда ее слушал у меня постоянно были какие-то инсайты какие-то осознания и вот она мне вот именно заходила то есть она мне не и было комфортно слушать приятно то есть и я понимала что ее слова меня трансформируют но поэтому у меня не было вообще сомнений кому ехать просто мне никто так не резонировал вот прям настолько сильно как света то есть поэтому ты какие-то слышала от нее идеи которые бы например для тебя говорили о вот у этого человека точно есть решение вот здесь точно я могу узнать как перестать страдать в своей жизни ну вообще в целом все что она говорила это были сплошные решения какие-то и это было как-то из глубины это видно что она там не заученный какой-то текст рассказывает но видно что человек говорит вообще с какого-то другого уровня и говорит о таких вещах о которых вообще никто не говорит то есть и конечно вот это не может нас резонировать потому что человек говорит глубины вот так есть всегда у нас ну не всегда но плюс-минус какие-то ожидания представления как это будет какой-то человек а как это будет а как будет мне там а потом есть уже реальность у нас финальный день завершающие уже можно поговорить о реальности и сравнить вот расскажи что-то ожидала возможно как ты себе представляла что-то может быть надумывал но я не знаю да как это у тебя было но во первых я наверное ехала с таким запросом я сейчас тут вокруг планет начну летать не знаю заниматься магией материализации то есть ты же в хогвартс ехала да но я ехала в хогвартс но у меня реально было ощущение как будто я приехала в хогвартс у нас были и теории и практики и какие-то вот совместные поездки но вот именно атмосфера была такая как ты попал в хогвартс но ожидание именно я вот думала сейчас мне что-то такое сверхъестественное покажет научат прям вот уже все можно вылетать с этой планеты вот а по факту как бы я столкнулась что я не могу даже в бытовом плане разобрать какие-то свои вещи и здесь на земле надо решать обычные человеческие проблемы то есть и потом уже как бы лететь куда-то в космос то есть я так меня так приземлила немножко то есть ты действительно увидел свою реальность с чем тебе сейчас прям конкретно в сегодняшнем дне нужно столкнуться да я увидела то от чего я отворачивалась вот каждый божий день это было как бы перед моим носом но нет это не про меня я вот про космос там не знаю другие что бывает в общем но не про это нет это уже не про меня но оказалось как бы я просто вот отворачивался таких вещей и это вскрылось вообще с помощью космоса очень удобно отворачиваться от себя еще вот хотелось бы поговорить отдельно о практиках и на каждой из них остановиться на твоих ощущениях практика на гвоздях вот как это было для тебя тоже и может быть она может быть и сомневалась идти не идти и как в итоге это для тебя стало то есть поделись да я вообще сомневалась надо ли мне это потому что это практику идет мира а я как бы иру не знаю кто это приехала вот а ира это все такая блин мудрость такая любовь такое терпение и вот как оказалось да как оказалось что эта практика на гвоздях ну вот наверное а вместе со всем это практику мне реально выстрелила и я поняла как в чем загвоздка то есть мне кажется это самая мощная практика которая здесь была но она как все в комплексе вот меня вот через эту практику видимо вынесла то есть эта практика для тебя отка оказался все вот ключом до потрата вскрыл да 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 то есть я когда сошла с гвоздей получается я сначала сижу так а ну мне будет нормально а потом у меня как полились слезы и вот все полезно то есть я даже не ожидала что так будет большая благодарность стире что она вот в этот момент меня развернула в ту сторону в которую я должна была смотреть это на самом деле классный тандем потому что как мы вот уже говорили да сейчас на этих всех завершающих наших встречах от поле мастера до света держит это поле и все что мы здесь делаем она усиливается многократно то есть это невероятное пробуждение потому что для меня тоже было через гвозди когда я была на тренинге на первом очень много просто скрылась у меня очень много именно через да я еще добавлю что я когда стояла на гвоздях я хотела там увидеть свои какие-то воплощение куда-то полететь потому что сеток ось вас но я вроде что-то посмотрела а ну то есть я там что-то увидела но по факту цель то была другая и цель было точное попадание точное попадание в цель отличное определение практике какие еще тебе запомнились какие были яркими для тебя важными значимыми наверно я то все практики были просто великолепны но наверно мне понравились вот эти светильные поболтушки то есть я тоже могу сказать что это большая глубокая практика потому что вот все что у меня сидела в голове да все вопросы какие-то непонимания все было разобрано для меня по косточкам вот и благодаря этому да у меня какие-то уже осознание такие не знаю отпускание каких-то вещей за которые я держалась очень глубоко тоже это прорабатывает вроде ты и разговариваешь что-то узнаешь а тебя тоже в этот момент так скрывает мне тоже было классно в формате этих бесед потому что я это сравниваю еще да и я понимаю что в каждой группе у нас другие какие-то разговоры происходят и это действительно тоже для меня было так что у меня есть незаданный вопрос а на него уже отвечает светом на него отвечает и это было тоже для меня очень информативно и вот это слово по болтушке немножко над ним даже смеюсь думаю как может вообще это свете на слово осмоток определяет вот эту вот сессию да где вот она эту всю глубину вообще супер глубину раскрывает она определяет по болтушками вот а по факту это такое такие глубокие проработки именно вот на нашу группу были и самое что не понравится на любой вопрос и казалось бы даже самый дебиль света отвечала практика медитация медитации на клетку вот расскажи как это для тебя было в общем у меня как-то получилось так что ну я знаю что процессы все равно происходили но я в этом медитации не подгрузилась потому что я проживала предыдущий какой-то процесс который у меня был до этого я не могла просто переключиться еще с другом но стал как процесс а какой какой процесс в общем сразу как только я сюда приехала была обнаружена не проблема затык такой то что я не выражаю свои чувства свои желания и как раз до того как началась медитация там один человек мне сказал делай вот так а я попыталась выразить свое желание сделал по-другому и в общем меня вот этот вот процесс он как бы прорабатывал изнутри пока шла вот эта медитация то есть не смогла не успела то прожить и переключить да потому что на самом деле программа очень насыщенная а один момент за другим все было так как надо хорошо и у нас вчера была игра с ириной радуга да трансформационная игра которую она проводила какие у тебя были инсайты какие были открытия ну вот эта игра такая у меня она стала как послевкусие после гвоздей потому что она практически сразу после гвоздей шло и вот то что я прошла на гвоздях вот эта игра она просто как дополнилась сверху то есть там какие-то еще раскрылись дополнительные для меня моменты да на фоне вот того глобального открытия которое у меня произошло пока стояла на гвоздях то есть это вот дополнение то есть одно дополнило другое дополнило другое перетекло так плавно и на самом деле да это такой весь ретрит такой плавный процесс ты проживаешь одно а это вытекает в другое и очень красиво все это выглядит скажи а каким людям оказаться здесь в этом поле вот на твое личное субъективное мнение было бы полезно вот что какие проблемы запросы вот решаются здесь в этом пространстве на твой взгляд что ты увидела ну судя вот по своему опыту да если есть какие-то нерешенные проблемы если что-то беспокоит вот даже в житейском плане или даже просто даже не понимаешь откуда ноги растут то обязательно ехать потому что реально поле оно волшебное и оно скрывает хочешь ты не хочешь даже если ты сам будешь упираться тебе именно вот эта энергия она вскроет просто на автомате ты упиралась да я наверное упиралась но я упиралась потому что мне казалось что это вообще не про меня то есть я неосознанно упиралась можно сказать так потому что я тот вопрос который мы разобрали вообще к себе не относила так то есть ту главную проблему которую сейчас для тебя затык ты ее сама видеть не хотела одна до ретрита ну да я считала что это вообще не моя проблема то есть я считала мне надо другую сторону смотреть а мне тут все рассказывают что-то вообще а расскажи как ты себя почувствовала когда наконец-то эту проблему вскрыли и когда ты сдалась и тебе удалось смириться сдаться вот расскажи да трансформацию ну это было во первых сначала не очень приятно потому что слезы были и у меня очень не истерический плач был вот но потом действительно пришло такое состояние как будто я заново родилась вот новая жизнь она начинается вот с этого момента то есть я скинула там просто десять тысяч тонн с себя то что меня тормозило то что было моей болью которую я пыталась как-то прикрыть вот и не чувствовать и тут просто вот заход в новую жизнь началась новая жизнь да я другой человек мы сейчас за кадром с тобой болтали и ты сказала так я вот думаю ну какой бы поехать следующий ретрит в сочи или в москву вот вопрос этот ретрит еще не закончился мы разъезжаемся только завтра ты уже планируешь следующий почему вот что такое для тебя сейчас вот какие процессы внутри что ты понимаешь ага я бы хотела приехать второй раз ну мне во первых очень понравилась сама вот эта именно атмосфера я себя реально чувствовала как я приехала в Хоблак то есть вроде у людей ничего напряженного не происходит то есть ты выходишь вот на практику сходил поболтал на речку сходил то есть все на таком кайфе и лайте именно вот эта атмосфера хочется здесь пребывать и пребывать и ну конечно я вижу результат то есть я его чувствую реально своим нутром что действительно здесь не просто так времяпрепровождение а здесь реально идет такая трансформация такие проработки и я понимаю что я сейчас вернусь в Красноярск и моя жизнь просто станет другой вот так нет ну казалось бы ну вроде ты нашла же проблему нашла решение все зачем второй раз ехать тем более вот там через грубо говоря два месяца как это для тебя ну да я нашла решение своей проблемы то есть ну это же не предел то есть я хочу идти дальше во первых а во вторых мне кажется мне вот первый раз надо было съездить чтобы решить вот этот трабл да вот эту проблему которая просто решение этой проблемы открывает мне путь куда-то в новое и там естественно на ретритах это новое на последующих для меня будет раскрываться я на 100% уверена и так много раскрылось я представляю о том сколько еще интересно ну конечно я взяла на данный момент сколько я смогла что для меня актуально слушать традиционно я в этот момент на завершение интервью предлагаю какое-то пожелание новым участникам ретрита сказать ну вот знаешь сейчас мне пришла такая идея а что бы ты пожелала сама себе вот сама себе по возвращению в Красноярск домой я бы наверное ну вот новым участникам я бы пожелала все таки быть смелыми не бояться не раздумывать десять раз надо надо потому что чем больше мы думаем тем больше мы оттягиваем свою реализацию свою жизнь где мы наслаждаемся где мы кайфуем вот а себе бы наверное я сейчас пожелала вот это на самом деле сложно потому что я уже сейчас в таком прекрасном состоянии я уже не знаю что себе пожелать но наверное продолжать развиваться продолжать ездить на ретриты продолжать заниматься собой наверное так класс ведь теперь ты у себя есть да можно так сказать было очень приятно с тобой побеседовать в этом прекрасном живописном месте не так приятно я надеюсь увидимся в Сочи я тоже очень надеюсь вероятность высока вероятность высока вероятность высока я тоже на это считаю спасибо большое все благодарю спасибо